МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу Тайны Вечной Книги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Вот вы в отпуске были совсем недавно. Отпуск, ну да. Да, ну так получился отпуск. Вот когда гуляли, какие мысли приходят? Если я гуляю по горам, я там был в отдельном домике с моими тремя детьми и семьями. То есть было 4 внука, 3 детей и я с женой. Когда я был просто в этом домике, тогда я был наедине с природой. Видел иногда лисиц, коней. В основном это было выше облаков. Это 2,5 тысячи метров в Альпах. Ночью минус, ну не минус, ниже 10 градусов, 7-8, да. А днем где-то... Двадцать. Может быть до 20. Но вообще ветры, облака ниже тебя. Так они и живут. Но там не живут уже люди. Потому что там уже очень маленькая растительность, такая маленькая травка. Вот 100-200 метров выше этого места уже мох и дальше голые скалы. Так что мы поднимались туда. Это места для горнолыжников. Не тех, которые любят обычно приезжать там покататься. А там уже острые пики. Вот особые. Но есть те же фаникулеры, которые поднимают людей. Машины, которые делают снег. Ну разбрызгивают воду такие специальные. Да, ну потому что в последнее время уже не... Бизнес. Проблема, да. И нет снега позднее. И снега нет, или наоборот. В общем, человек пытается как-то исправить природу под себя. Но и мы спускались, кроме этого, еще вниз, в города, в маленькие города. Это от Женевы до Монблана, вот это вот расстояние. Ну на Монблане я уже в прошлый раз был, уже давно, правда. Это было где-то в 88-м. Нет, нет, нет. Нет. На Монблане я был после того, как уже рабаш скончался. Тогда мы ездили вместе с моим братом и с детьми, все вместе на Монблан. Да, это где-то 20 лет назад. Где-то в 93-м, наверное, году. Что я хочу сказать. Ну, я-то бывал не раз в этих местах. Но всегда я проверяю себя на том, что я ощущаю, гуляя по городам. По маленьким городкам. Как я ощущаю на себе людей? То есть пытаясь отрешиться от себя, войти в людей. И наоборот, если я чувствую себя, как обычный человек, конечно, здорово чувствуется антисемитизм. Да? Да. Причем это находится в корне людей, ничего не сделаешь. Я их ни в коем случае не осуждаю. Я специально показываю себя. Ну, со мной внук, который в Кипе, ему 11 лет, и сцит. Сын, который тоже в Кипе. И так они гуляют. Да, для них это вообще свободно. Отсутствует абсолютно чувство опасности, неудобства какого-то. То, что ты вызываешь на себе какие-то нехорошие взгляды, отношения. Этого нет. Потому что воспитывались в Америке. И в Канаде особенно. Там абсолютно этого нет. На тебя там смотрят, как смотрят на любого другого. Прозрачно. Потому что страны, в которых... Ну, ты же не будешь себя сравнивать с индейцами, которые там являются исконным населением. А все остальные являются, в общем-то, ну, понаехали. Как в России говорят, понаехали тут. Устроили себе свой рай. И поэтому я, когда в Америке, я абсолютно не чувствую, откуда я и откуда другие. То есть у всех привычка совсем иная в отношении друг к другу. То есть ты черный, ты желтый, ты такой-то, ты сякой-то, ты в Кипе, а ты в платке, а ты в чем... Ну, в общем, нет этого. Это появится в будущем, может быть, как-то. И более явно иногда проявляются, есть какие-то такие волны все-таки. Но в итоге, в общем, нет. А в Канаде это вообще... Тем более в Торонто, где они живут, это такой, причем, очень еврейский город. Здесь же это Франция, маленькие городки, где именно живут такие исконные французы на границе с Швейцарией, с Германией. Понимаешь, это соединение многих-многих таких свойств. Это, вот, допустим, немцы в ГДР, которые живут, или там где-то восточные немцы. А насколько они отличаются от западных немцев? Там Бавария, там вот эти все места. Большое отличие все-таки. Хотя, вроде бы, как бы те же немцы. Но они разные. Здесь тоже. Хотя французы, они вообще все... Я думаю, что это даже... Они слишком похожи на нас, на евреев. И по генам... Еще, может быть, колено какое-то. Французы и итальянцы отличаются всего лишь там на... Да, в чем-то очень незначительном. На какой-то завиток в какой-то хромосоме маленькой. И все. То есть, практически этот... Где-то не довернули, и все. И вот народ. И получился француз вместо еврея. Так к чему я это говорю? Что антисемитизм чувствуется природный. Природный человек абсолютно в этом не виноват. У него не было к этому абсолютно никаких предпосылок. Возможно, он слышал это где-то в церкви или как. Но все-таки выход из религии, он довольно серьезный. Но когда он видит перед собой иудея, у него срабатывает инстинкт. Причем животный. И ты видишь, что он вдруг тебя не воспринимает. Ты ему антагонист. Противоположность. В чем? Начнешь копаться, ну, там, бог распяли, там, или что-то еще, как ты знаешь, или что-то еще, какие-то вещи. Но, в принципе, безосновательные. Это именно природные. Они же не настолько религиозные. То есть у них вообще это... Нет, но, в общем-то, они люди довольно религиозные. Итальянцы вообще говорить не о чем. Немцы нет. Немцы, они более практичные. У них это просто вот такое восприятие мира у всех. Что я хочу сказать. Мне было интересно по себе, насколько я каждый раз все больше и больше их оправдываю. Вижу в них целенаправленное действие Творца. Настолько, что мне нечего им сказать. Я даже наслаждаюсь тем, что ощущаю их ненависть к себе. Это интересно. Да. Причем это не мазохистка, такое состояние. Это как ощущение изгнания. То есть вот ты ощущаешь на себе изгнание из твоего единения с Творцом. Он тебе показывает, что же еще надо исправлять и насколько много еще надо исправлять. Пока эти люди достигнут подобия ему. И это все ты обязан сделать. И поэтому они ненавидят тебя. То есть что говорит внутри них этих людей? В них говорит ненависть к тебе за то, что ты их не исправляешь. Их не исправляешь? Да. Они сами себя исправить не могут. Они проявлять будут свою ненависть к тебе в той мере, в которой ты обязан был исправить их до сего момента и не сделал этого. Поэтому не на кого тебе вообще обижаться. Тебе предоставлены все возможности сделать это. И эти ненавистники, так же как фараон, их общее такое совокупное представление ненависти, они тебе показывают, что ты еще не исправлен, ты обязан все это делать. Ты обязан работать над этим. А ты этого не делаешь. Потому что вначале фараон добренький. Потому что ты должен подготовиться, войти в свою роль, ознакомиться с тем, что перед тобой есть. Тебе предоставляется для этого вся возможность. Соединись с нами, живи как мы. Пожалуйста, познакомься. А потом, когда ты должен уже начинать нас исправлять, для чего же мы тебя приняли к себе в Египет? И ты этого не делаешь. Тогда ты, друг мой, ты у нас лишний. А лишнего мы не просто изгоняем, мы хотим, чтобы этот лишний был у нас, как скотина. Приносил нам пользу. Не хочешь приносить пользу, как движение вперед и вверх, приноси пользу, как домашняя скотина. И это, в общем-то, вплоть до уничтожения. Когда хотя бы из тебя абажур можно сделать. Настолько. То есть, это явное проявление твоей недоработки в творении. И ты никуда от этого не денешься. Когда я ходил и смотрел по этим городкам маленьким, взгляды на себе, ощущения их относительно себя, мое ощущение, вот, как бы не оправдывая творца, чтобы не затушевывать это восприятие. Это очень сильно. Я наслаждался буквально этим изгнанием. То есть, у вас есть острое ощущение того, вы точно ощущаете какое-то отношение человека, да? Да, конечно. Ну, слушай, я же из такой страны, я же из такого общества, где меня научили этому. Меня не просто так научили. То есть, это тоже заложено было, что так научили. Это заложено, конечно, естественно, специально. Чтобы у вас было это острое ощущение. Баля Сулам из Польши. Там вообще же такие состояния. Но, что интересно, ну, у французов это не так, как в Восточной Европе. В Восточной Европе это проявляется явно, более явно. А здесь более скрыто, интеллигентно. А там, когда проявляется более явно, то более проще. Более проще. Ты можешь об этом говорить, ты можешь обсуждать. Ты можешь напрямую стоять против ненависти к тебе и анализировать это состояние. Вместе даже. В то же время здесь все это завуалировано. Но вот это мне было очень интересно. Я вообще очень рад этому ощущению. Я очень часто, специально, вот так вот пробовал вызывать на себя взгляды. Ощущать это. Это вообще необходимо. Что это вам дает, как каббалист? Вот что дает это? Мы видим, что Рабзуши там и другие эти каббалисты Восточной Европы, России. Они выходили в Галут, что называется, в изгнание. Они оставляли свою деревню. Там, где они жили, уходили в такие места, где живут только народы мира. Русские, украинцы и так далее. Специально, чтобы испытать на себе их отторжение, их ненависть, невосприятие тебя как человека и так далее. Но они уходили, чтобы вознуждаться в Творце по-настоящему. Да. Потому что ощущение изгнания, оно необходимо для того, чтобы вознуждаться в Творце. Ты прав. То есть именно из противоположности этого свойства. Ну, мы все время говорим, что это такой умышленный ход к страданию. Это не к страданию. Это к осознанию того состояния, в котором ты на самом деле находишься, но ты сам от себя его, может быть, скрываешь. То есть ты обостряешь это состояние? Ты не обостряешь, оно же существует. Существует. Это не то, как в болезни, что ты специально обостряешь болезнь. Да. Это болезнь, которую ты от себя не скрываешь. Перестаешь глотать обезболивающее. Ну, вот когда я задумываюсь об этом, человек оставляет деньги, хлеб, воду, и выходит вот так вот. Раз, вышел, на год ушел. И ушел. Да. И на год ушел. Кстати, есть где-то написано, что Балер-Сулам так уходил на год. Или на что-то такое. Это потеряно такое. Как всегда, о каббалистах много слухов. Но вот так вот раз и ушел. И ушел человек. И он только от болезни держит его. Да. Это, конечно, для самых сильных. И причем нельзя затушевывать эти состояния. Потому что как каббалист, он мог бы сделать в любом состоянии перевернуть это как угодно. Ни в коем случае нельзя. То есть ты должен прожить эти состояния, их прочувствовать, какие они на самом деле. А нет такого ощущения, что вот такого еще сколько работы надо сделать? Сколько работы еще надо сделать? Я, откровенно говоря, чувствую, когда я смотрю на наших товарищей в Израиле. На израильскую публику. А на тех нет. Потому что они очень легкие. Они очень слабые. Их ничего не стоит... Перевернуть. Да. Это даже не инверсия. Это просто, ну, вот... Они готовы на это внутри. Они не тяжелые. В своем эгоизме. Нет. То есть как их перевернули в фашистской Германии, так их перевернули бы и в обратную сторону. Ничего. И причем с радостью побегут. С радостью побегут. Только им покажи, что на самом деле вот эта цель, вот эта правда, у них не будет сопротивления. А вот наших... Ну, вот это чувство острого, когда сейчас ходишь, встречаешься с людьми в Израиле. Это чувство острого. Наших обратить в веру, в истинную, это проблема. Это проблема большая. Поэтому я думаю, что все-таки только лишь здесь. Да. Если мы сделаем эту работу здесь, то все остальное, весь остальной мир, это просто... Это игрушка, это что-то воздушное, бумажное. Поэтому мы делаем самую важную работу. Самую тяжелую, самую главную. И все остальные, они просто прильнут. У них не будет с этим никаких вопросов, ничего. Они уже связаны с нами. Благодаря тому, что постоянно преследовали и давили нас. Благодаря тому, что взяли от нас Тору и перевернули ее в обычную религию. Благодаря тому, что в давлении на нас вынудили нас из Тора сделать этот луэнаизм. Веществленную, в общем-то, какую-то философию эгоистическую. Дескать, за все, что я делаю, мне положено или в этом мире благо, или в будущем мире благо. Что противоположно совершенно. Да, что противоположно отдаче и любви. Когда ты не думаешь о себе вообще, не должен думать. Ты ставишь целью вдруг какие-то эгоистические идеалы. И еще бахвалишься тем, что у тебя есть такая особая религия. Религия, мы знаем, согласно Каббале, это отдача и любовь. Так вот, когда это все мы сможем здесь переделать, причем ход должен быть именно вот таким вот, когда мы ни в коем случае не позиционируем себя ни с религиями, ни с Каббалой даже. Только лишь с тем, что давайте делать добро. То есть уже здесь такое ощущение, что не позиционируем себя с Каббалой? С Каббалой, да. Вот есть у вас уже такое ощущение? На первых этапах, да. Люди потом догадываются. Но это им уже не мешает. А наоборот, будет подкреплять. Вдруг они будут чувствовать, если за этим даже стоит Каббала, ну тогда уже... А где написано? Уба! Написано там. Все пять тысяч лет назад об этом писали, а мы не знали. В этом заключается, как сказать, правильное преподношение материала, раскрытие материала. Тогда они будут чувствовать, что у них есть база. Просто возлюби ближнего, там кто-то говорит об этом, все хорошо, сомнения. Ну, на самом деле, получится, получится, что мы теряем. То есть это не является еще истинной парадигмой. А когда это уже базируется на основе Торы, хотя они и неверующие, но вот сейчас, ах, вот это и есть наша настоящая вера. Вот это и есть настоящее устремление вперед, исправление человека. Вот это называется душой, вот это называется творцом. Они вдруг начинают для себя раскрывать эти правильные определения, и это все из Каббалы примут. Не смотря на то, что они что-то слышали о Каббале. Это все изменится. Только когда они начнут видеть, что это им приносит добро, эгоизм начнет на это работать. Надо же было столько пройти уже, проучиться вместе, чтобы прийти вот к этому все-таки. За то, что все прошло, мы не имеем права ничего сказать. Это все... Но это все ложится базой, основой. Это все необходимое для того, чтобы мы этим неосознанно исправляли неживую растительную и животную часть в окружающем мире. Среди израильтян и среди народов мира. И благодаря этому еще пришли ребята, которые именно истинно хотят. А сейчас придут новые. То есть основа уже есть создана, а сейчас придут... Есть основа, которая знает, в чем источник всего. Которая изучила и видит, и сейчас еще на практике начинает это все впитывать в себя. То есть это уже связано с мясом человека, не просто так-то надеждами или верой какой-то там. Люди, которым просто хорошо вместе. Даже не просто от этого хорошо. Следующая волна будет из тех людей, которые будут испытывать в этом какое-то все-таки духовное, душевное наслаждение, отдачу. То есть где-то будет здесь связь с какой-то идеологией их внутренней. А затем будут уже те, которые там грубее, для которых там жизнь устраивается лучше и так далее. Но все-таки они будут формироваться ближе к нам и дальше от нас. Ближе к нам будут те, для которых эта диалогия более приятна. Они хотят, чтобы были люди более связаны друг с другом. То есть от идеологически до материально более таких связанных, приверженных нам. Так и собственно создастся это... Так сформируется весь мир. Пирамида. Не пирамида, а конус, может быть, сказать, правильнее. Мы как бы продолжили ту передачу, что в принципе вы правильно говорите, что никого нельзя обвинять, ни в чем обвинять, кроме заниматься собой и своими правами. Или себя или творцам? Или себя или творцам. Тут у меня недавно, конечно, совсем какая-то маленькая вещь. Я не знаю. Подрезали дерево около моего дома, которое так крованой лежало. И вдруг меня это так шибануло. Я думаю, что это меня так шибануло. Знаете, подрезали, вдруг я... А, ну просто подрезали его. Просто подрезали его, отрезали, там что-то такое. 20 лет оно росло, и сейчас подрезали. Я пришел... Но это подрезали специалисты. Специалисты такие, мне кажется, не очень специалисты. Нет, нет, это от местного управления. Да-да-да, ну подрезать, вдруг это меня так задело, я думаю, как же я не могу вдруг сейчас оправдать такой маленькой-маленькой вещи, действительно я задумался, как это так, и вдруг так остро, знаете, я все хотел. Может быть это и верно, что они сделали, может быть и нет, но... Но даже не в они, как я не могу вот за этим, за всем, как бы вот так вот, простая маленькая вещь. Потому что в тебе это ассоциация с жизнью, с природой и так далее, они от тебя отрезали кусок. Ладно, так вот, здесь небольшие такие вещи остались, которые, может быть, мы только коснемся в этой главе Трума. Например, написано так, покрытие шатра сделай из десяти полотнищ, пусть будут они из скрученных вместе нити льна, голубой шерсти, багряницы, червляницы. И далее говорится о том, как должно быть покрытие шатра, и сделай балки из прочих стволов акации для шатра, и далее размер балок, и сделай засовы из акации, и садки-завесу из скрученных вместе нити льна, голубой шерсти, багряницы. Мы говорили об этом, ну вот еще раз, вот эта вот точность, вот эта вот всякая... Потому что каждый материал олицетворяет собой определенный сорт эгоизма нашего. Причем, каким образом они перекручены, эти нити, это правая и левая линия, отдача и любовь с одной стороны, и эгоизм, и получение с другой стороны, да. Как ты их должен перекручивать, вправо или слево, или слево-направо. Лен с шерстью или шерсть сольном, что в основе и что сверху. Какие цвета, вот. Есть шерсть, есть лен, есть шкуры. Что еще есть у людей? Натуральные материалы, из которых делается одеяние, накидки, пологи и так далее. Ну шерсть, это самая поверхностная, наверное, часть вообще. И шерсть, ну да, которую ты получаешь от животных. От животных. Да. И потом скручиваешь в нити, эти нити между собой скручиваешь, и получается в итоге у тебя полотно. Из этого полотна ты уже делаешь пологи. Десять пологов. То есть, соответственно, здесь и с Ферротом мы понимаем, что это делается. То есть это как олицетворяет собой экран, который ты должен сделать. Экран состоит, с одной стороны, из эгоистического желания, с другой стороны, из элитруистического намерения. Значит, тут должно быть правая и левая линия. Шерсть и лен. В обычной жизни нельзя их вместе соединять. Это шатнес. Да. Запрещено носить такую одежду. Шерсть и лен. Да. А в этих местах можно. Почему? Потому что, когда ты делаешь такие вещи, то в них у тебя есть точное, правильное намерение. Поэтому их соотношение, оно верное. А в обычной жизни неизвестно, да или нет. Поэтому ты не можешь правую или левую линию. Своё эгоистическое желание с элитруистическими намерениями просто так прилепить друг к другу ты не можешь. Ты обязан сделать из них среднюю линию сначала. То есть только в исправленном состоянии ты сможешь... Да. Это касается и кашрута то же самое, да? Да, да, да. Мясо с молоком и так далее. Есть, что хочешь, только в тот момент, когда ты... Но вот достигнем полного исправления. Пожалуйста, запивай свинину молоком. Дальше вот что говорится. И внеси вместо отделенной завесой ковчег свидетельства, и будет у вас завеса отделять святилище от святей святых. И возложи крышку на ковчег свидетельства, находящийся в святой святых. И поставь стол снаружи перед завесой. И напротив стола у южной стены шатра минору. Минору, а что вот это вот стол... Я даже не знаю, что тут спрашивать, честно говоря. Ну, тут все олицетворение, да. Олицетворение нашего четырехступенчатого эгоизма. Когда ты на этой ступени готовишь его для возгорания, так сказать. То есть, когда он полностью будет подобен свету. Ставишь стол, ставишь минору. Светильник, да, в определенном направлении, с определенной стороны. То есть, практически можно сказать так, что вся скиния, весь шатер, со всеми его там атрибутами, это все полное подобие полностью исправленного мира. Только лишь вот в таком вот миниатюрном виде. Если мы изучаем только его, этого нам уже достаточно, для того, чтобы понимать, какое же окончательное состояние должно быть и у нас в душе, и в наших отношениях между нами, и во всем. То есть, все элементы скинии, они рассказывают нам о полном исправлении, которое мы должны достичь. И поэтому дальше говорится, и сделай жертвенника за кацей, он должен быть четырехугольным, и сделай ограду двора, в котором будет стоять шатер. Длина двора должна быть сто локтей. То есть, мы как бы раскрываем, раскрываем полную картину этой души. Полную ее эгоистическую суть, и в итоге мы на дне возвышаем этот шатер. То есть, встроен экран и намерение отдачи. То есть, в принципе, что получилось? Отскрижали мы начали, вот я обратил внимание, что они начали расширяться, да? То есть, начали арон-коды. Мы начали с первой заповеди, которая все-таки, да. Но мы раскрываемся. Вот смотрю, мы вот и дошли до двора. То есть, мы вообще все раскрыли, все это состояние. Да. То есть, что должно окружать? Точку, которая внутри. Когда первая заповедь, я творец, она распространяется на все элементы творения, на всю массу желания, созданного им. Ну, большое спасибо. Мы так прошли с вами эту главу. Я думаю, прошли ее отлично. Дорогие друзья, мы будем продолжать дальше говорить об исправлении человека, о его пути к Творцу. Будьте с нами в следующих передачах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok